Всем привет! С вами Тютер Онлайн и я ваш мастер общества Валерий. Мы продолжаем цикл уроков «Эволюция общества в срезе эпох». И сегодня у нас речь пойдет о новейшем времени, которое начинается с Первой мировой войны и продолжается по сей день. Про современность мы поговорим на следующем занятии, а сегодня окунемся в историю общества 20 века и проследим, как оно изменилось с начала века и до, собственно, 90-х годов уже 20 века. Как мы помним, в начале 20 века капиталистические отношения были главенствующими уже в жизни европейского, но и в целом мирового сообщества. К этому моменту сословные пережитки практически себя исчерпали и присутствовали лишь только в качестве определенных формальностей. Однако многие страны мира еще сохраняли монархическую форму правления. И в целом вот эта вот имперская форма правления, она поддерживала крупный капитал своих метрополий. Практически развитие капитала в метрополиях останавливало даже гипотетическое развитие колониального капитала. И все колониальные провинции использовались в качестве некого источника сырья, дешевой рабочей силы для капитала метрополий. В самих метрополиях в этот момент происходили интересные события. В частности, зародившийся рабочий класс все выше и выше поднимал свою голову и требовал новые права. Вернее, вообще требовал права, так как своих прав он никаких практически не имел. Постепенно, от года к году, росло это рабочее движение, которому позднее добавится и движение суфражисток за права женщин. Как мы помним, в 19 веке, когда уже в многих государствах мира существовали выборные органы власти, при этом не было практически равноправия. Либо это были сословные привилегии, доставшиеся от прошлого, либо это было гендерное неравенство, когда только мужчины обладали правом голоса. На фоне всех бурлящих процессов, которые творились в обществе в то время, а именно связаны с демократизацией, социалистическими какими-то направлениями борьбы трудового населения, а также борьбой женщин за свои права, в этот самый момент главенствующие классы ничего не хотели менять. Сама Первая мировая война произошла из-за того, что крупный капитал ряда государств не поделил между собой рынки сбыта, а также пытался с помощью войны устранить своих конкурентов, тем самым обеспечив своему капиталу наилучшие условия существования. При этом, когда мы говорим о крупном капитале, мы понимаем, что помимо крупного капитала существует еще и средняя буржуазия и мелкая буржуазия, которые в принципе не выигрывали от этой войны, а даже напротив проигрывали от нее. И в итоге именно на плечи этого класса, то есть средней буржуазии и мелкой буржуазии, и лягут основные тяготы экономические во время этой Первой мировой войны. Понятно, что не во всех странах мира прогресс шел одинаковыми темпами. Где-то общество было уже полностью буржуазным, где-то еще сохранялись какие-то пережитки прошлого сословного, в частности в Российской империи. И это же, конечно, наложит свой отпечаток на дальнейшее развитие обществ региональных, то есть связанных с конкретными государствами. Первая мировая война была на тот момент времени самым кровопролитным событием, самой большой по числу участников и по количеству жертв. При этом постепенно в этой войне приняло участие множество тех государств, которые изначально не планировали воевать и не имели, в принципе, таких острых противоречий с другими участниками. Однако, как это часто бывает, судьба приготовила для тех, кто заварил эту кашу, совсем другие последствия. Война шла с переменным успехом и превратилась практически в позиционную на Западном его фронте. Однако усталость общества от этой войны привела к тому, что Германская империя, Австрийская империя, но и Российская империя исчезли. Помимо них пропала также и Османская империя с карты мира. На их месте образовались новые государства. По окончанию этой войны, которая завершилась в 1918 году, происходит несколько международных конференций, которые устанавливают новые правила международной политики. При этом впервые появляется надгосударственный орган, а именно Лига наций. Хотя он задумывался как некая площадка для того, чтобы предотвратить любые конфликты в будущем, по факту он не имел никакой власти и, по сути, обслуживал интересы ряда государств, которые сами по себе противоречили друг другу. И эта первая международная организация Лига наций, по сути, не будет выполнять те функции и задачи, которые были на нее возложены изначально ее создателями. Также одним из результатов Первой мировой войны является появление нового типа государств, а именно социалистических республик. После крушения монархии, а затем и буржуазной республики, на территории бывшей Российской империи возникает РСФСР, социалистическое государство, которое постепенно разрастется до уровня Советского Союза. В это же самое время на территории Восточной и Центральной Европы также происходили процессы, когда коммунистическое движение набирало огромную популярность, либо приходило кратковременно к власти. Но не сумев удержать эту власть, очень быстро сменилось буржуазными республиками. Век монархии практически подошел к концу. Что же происходило в это время в обществе? Во-первых, нужно понимать, что общество было уже классовым. И каждый класс имел свои интересы, которые могли противоречить интересам другого класса. И задача государства стояла в том, чтобы найти эти точки противоречия, сгладить их и найти, наоборот, объединяющие какое-то начало, для того, чтобы государство функционировало нормально. Когда же государственная власть оказывалась слабой, она не могла сгладить эти все углы, и в итоге социальные проблемы вылазили наружу. Зачастую эти социальные проблемы приводили к тому, что на их фоне появлялись те или иные политические организации. Вообще, 20-й век – это век политических партий и движений. У каждой партии была своя программа, которая могла опираться на ту или иную идеологию, либо сочетать несколько идеологий вместе. Самый явный пример нестабильности общества являлась собой Виморская республика, которая образовалась на обломках Германской империи. Именно там конфликт между двумя противоборствующими лагерями, а именно коммунистической и национал-социалистической партий Германии, привел к тому, что в итоге одержал победу Гитлер. Придя к власти демократическим путем национал-социалистов Германии, в короткие сроки, постепенно, этап за этапом, ликвидировали все демократические правила самой Германии. Так появился Третий Рейх. Впоследствии авторитарные режимы в Европе начнут консолидироваться между собой, а именно это будет фашистская Италия, национал-социалистическая Германия, и какое-то время к ним будет примыкать еще ряд сателлитов. Вообще нужно сказать, что в то время, а именно в 20-30-е годы, Европа была достаточно нестабильна в социальном плане. То и дело происходили различные мятежи, выступления тех или иных протестующих, где-то приходили к власти социалисты, где-то, наоборот, ультраправые. И при этом практически во всех этих обществах был запрос на сильную центральную власть. Поэтому, если мы взглянем на карту Европы 30-х годов, то удивимся, когда увидим, что там практически каждое второе государство представляло себе авторитарный режим, начиная от республик Прибалтики и заканчивая Пенинским и Пиренейским полуостровами. Даже такие страны, где традиционно была сильная демократия, как Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, демонстрировали запрос на сильную центральную власть. И как раз экономический кризис, первый международный экономический кризис, который обрушил экономику как отдельных стран, так и в целую международную торговлю, привел к тому, что в этих государствах центральная власть берет на себя дирижерские функции и сосредотачивает в руках центральной власти практически неограниченные возможности. Благодаря такой консолидации сил центральная власть в этих государствах сумела преодолеть последствия экономического кризиса. В частности, можно упомянуть новый путь Рузвельта. При этом политическая система в этих странах, конечно, была куда более динамичной, чем в тех странах, где был авторитарный режим, наподобие Италии, Венгрии, Германии и так далее. Общество, которое было зажато авторитарными, а порой тоталитарными режимами, представляло из себя печальное зрелище. Репрессивный аппарат государства в таких режимах старался максимально расчленять недовольных, стараясь сделать так, чтобы противопоставить этих недовольных всему остальному обществу. Однако, как мы знаем из истории, случилась Вторая мировая война. Мы не будем вдаваться в причины этой войны, а расскажем о последствиях. Последствиях в рамках изменения, которые происходили в обществе. А именно, самым главным достижением Второй мировой войны является новый передел мира, установление неких новых незыблемых границ, а также создание Организации Объединенных Наций. Именно эта организация станет куда более лучшей вариацией, чем предыдущая Лига Наций. Как мы знаем, Организация Объединенных Наций существует и по сей день. В рамках нее существует очень много различных механизмов, и сама она по себе служит хорошей площадкой для диалога между культурами, между разными народами и зачастую является умиротворяющей для различных конфликтов. Однако, создание такой организации не стало причиной для некоего единения мира. Наступила холодная война, конфликт между социалистической и капиталистической системами, каждая из которых развивалась совершенно параллельно друг к другу. При этом в рамках капиталистической системы в какой-то момент делается курс на средний класс. Так возникает идеология общества потребления, когда потребление отдельным человеком различных благ цивилизации ставится во главу угла. При этом об экологичности и о сохранении планеты Земля в неизыблемом виде, конечно же, никто в тот момент не думает. Все западное общество постепенно втягивается в это потребление, и в итоге становится практически бесклассовым. Когда есть элита, когда есть средний класс, и когда есть те, кто не вошел в этот средний класс, но стремится туда попасть. Однако эта капиталистическая система не работала везде одинаково. Где-то были страны Первого мира, где-то были страны-аутсайдеры, которые постепенно превращаются в некое удобное поле для перевода капитала западного на свою территорию. Более дешевая сила, мягкие климатические условия, а также патриархальное общество является хорошим способом для западного капитала, для того, чтобы уменьшить свои расходы при производстве. Так постепенно Европа и Соединенные Штаты Америки постепенно проходят через этап деиндустриализации, а само западное общество переходит на следующую степень развития и является теперь уже постиндустриальным, где основной сферой экономики является сфера услуг. При этом нужно понимать, что 20-й век стал веком образования, когда практически подавляющее большинство жителей планеты научилось читать, писать, и многие даже окончили высшее образование. Разумеется, это все сопровождалось буйным техническим прогрессом и даже прошло через два этапа такого научно-технической революции, когда случилась зеленая революция, когда случилась собственно научно-техническая революция. Плюс все эти изменения, конечно же, не могли не затронуть и определенные моральные нормы, а в частности это сексуальная революция в Европе и новые нравы, которые потихоньку вместе с идеологией неолиберализма начинают внедряться в западное общество. Многим тогда кажется, что мир будет таким бесконечным, пока одна из сторон не победит либо социалистическая система, либо система капиталистическая. Но наступает переломный период, и холодная война, резкая для всех, заканчивается. Причем заканчивается она крушением социалистической модели, и в итоге капиталистическая система становится единственной системой, существующей поныне в мире. Но о современности, о том, что происходило после того, как развалился двуполярный мир, мы поговорим на следующем занятии. А сейчас ставьте лайки, пишите в комментариях те темы, которые вы бы хотели, чтобы мы разобрали на следующих уроках. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok